не хотел снимать но должен показать вам леди джентльмены пензенскую пензенскую производственной фабрии фабрика мебельную фабрику и указать на косяки то есть вот при сборке все вроде бы хорошо вот такая вот картона собрал три ящика все ну вроде бы хорошо но не все самое хорошее во первых при сборке вот здесь паз вот здесь паз ребята я просто моё как бы сказать желание терпения не вынес душа поэта здесь меньше здесь кстати меньше но в тех мы все равно считайте миллиметр в мебельной фабрике в мебельном производстве это большой косяк не хватает как бы сказать ну считайте что половину этого вот отсечного паза до занимает как вот этот косяк я скручивал все три ящика имеют такой косяк все три и мне приходится что делать пензенское производство мебельная фабрика пенза мне приходится отрывать вот от этой вот картонки уголочек чтобы в паз войти вот в этот паз но еще при всем при том вот эти хитрые вот эти вот замки я уже сейчас как бы так я чуть не зафиксировал то есть вот как бы такие ставятся специально эти аля малям уже вас вставились ну ладно не буду доставать и вкручиваться вот такие хитрые жопы это ведь еще раз гадать надо всем при том что мы имеем вот такую одну бумажку давайте посмотрим гарантийное обязательство в общем ничего не интересно нам покупателю как человеку который приобрел у пензы это все безобразие нам важно собрать это блин я не хочу ругаться ну я по театральному просто я в театре работал в двух театрах это надо собрать вот значит то что я собрал и какие будут вопросы конечно все не до конца вопросы будут такие вот 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 пометка да что имеем паспорт там это общий вид наименование там тех и всяких узлов агрегатов ключик там самореза количество и так далее по по сборке рекомендации правила пользования эксплуатации изделий то есть ну как бы все как бы ненужное мне самое важное и нужное вот здесь то есть то есть то чем я могу руководствоваться чтобы собрать то есть не знаю что тут в коробку наклали да не знаю что там детали положили в общем я вот руководстве столько этой истории и вот самое интересное это вот эта схема да и начинаешь как бы разбираться блин конечно жаль жаль что я не начал это раньше с снимать не хотел снимать но эта схема как бы сказать соединение которое вот самое так сказать интересно это вот это вот здесь вынесено монтаж эксцентриковой стяжки то есть вот видите вот ну понятно как двп там какой-то пластиной там пластмассовый соединить это вообще ничего страшного но вот это соединение до эксцентриковый да это получается вот то есть вот у нас это самое так есть вот это вот давно блин вот это вот знаете как интересно соединение такое вот прямо я не знаю но еще ну давайте ладно не сразу то есть не сразу вот 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 это вот эксцентрик до вкручивается вот это вот болтик такой да вот он допустим еще хрен поймешь сразу то это мы тут столкнулись голову ломали то есть это получается таким соединением мы соединили вот две части верхняя вот эта часть до полка верхняя нижняя там и вот этот верх отдельно и он соединяется вот этот эксцентриком вот здесь тоже такой же инси эксцентрик и так далее значит тумба такая юмба ну здесь я уже вкрутил леди джентльмены вот он вот он вот он этот эксцентрик его берешь как бы сказать вроде как в дырку в такую вот в гоняешь под резьбу и как бы сказать под отвертку и потом какая получается формула как бы соединение то ну такие вот деревяшки тут тоже вставляются в дырочки вот эти вот вот эти вот этой ну вот они отдельно вот пожалуй отдельной палочки и вот мы соединяем да вот смотрите вот дырочка там здесь дырочка это как бы сквозная до история и вот потом пошел этот эксцентрик эксцентрик ну знаете что пенза предлагает вот это вот ладно эксцентрик то пензенский вот два ключа европейских так сказать один значит с прошлой еще мебельный до истории другая фирма была другой пензенский как думаете какой прочнее а я вам скажу что вот этот вот сдулся и сейчас уже давно уже прокручивается видите шестигранник то стал кругленьким и бесполезно им что-то крутите тогда взяли вот этот то что посерьезнее да я вот думал а какая разница до в мебели там чего там мебель не мебель разница вот разница ребят таких мелочах смотрите даже в таких маленьких вот ключик до 1 заметьте им собрали уже мебель ну-ка там кому-то никому-то не суть важно видите он закаленный ему ничего он шестигранниками остался а вот пензенская какашка видите кругленько стала кругленько и вот вот и собирайте понимаете а если бы не было вот этого то есть по сути ты не можешь ты бы не смог собрать уже мебель эту поэтому выбирайте ребят смотрите изучайте нарушена как бы сказать геометрическая пропорция то есть вот мы видим мне сейчас надо сюда вставлять будет этот самый dvp там dsp там dvp а видите она сюда не пройдет это ящик но это ящик я собираю а ящик как говорится если ты вот так вот не воткнешь его туда в эту расщелину он продается здесь и выпадет и мне приходится угол колупать то есть это вот пензенским ребятам что уголочек то есть ну недоработки такие грубые я понимаю что может дешевые там у вас поставки как-то все бюджетно но такие ошибки конечно тоже не надо допускать еще ошибка была замечена очень серьезная так почему я говорю о пензе то что где-то тут написано было дата выпуска тут короче ширина с длиной перепутано вот здесь значит сейчас скажу точно вот допустим вязка вязка ящика 102 это длина эта длина а ширина 708 то есть я расскажу вам это об этом ящике говорится вот вот давайте посмотрим не ничего страшного как бы сказать время даже не пожалеем то есть вот получается мы смотрим сто два двенадцать цифра 12 12 12 12 вот вот ящик да вот 12 задняя стенка и 14 12 вязка ящика длина 102 вот эта деталь 102 я беру рулетку 102 72 там с чем-то 72 там с чем-то да так что у нас имеется а написано 102 так все ли я правильно диктую подождите дайте сам вспомню бреха муха об этом не оговорил думал так а нет 14 давайте возьмем 14 бог ящика 102 тоже вот бог вот это бог ящика написано 102 это длина берем и меряем длину ящика немножко уже устал но вот что там 102 видите 40 под знаком значит 14 14 40 это ширина бить и длина шириной перепутан короче путаница полнейшие люди джентльмены но собираюсь продолжаем движение так я ничего не понял сам запутался были так где-то у нас получается 14 14 до боковушка 14 бог ящика длина 102 длина длина бог ящика 102 показано на деле 40 никаких 100 так значит а ширина 400 ну 40 как раз значит значит 102 это не длина а ширина и мы меряем ширина ледить ширину 102 ну ну вот как раз где-то 102 то есть как раз где-то 102 ширина то есть перепутана длина шириной шириной пензе вот такие дела ребята 14 и вот эта боковина 14 вот ящички мы собираем каркас я собрал 14 круче дано это все в задницу собираем так как есть то из чего есть но приходится вот тысячи делать отколупать уголки чтобы вошло чтобы вас но хоть что-нибудь ну вот как этот замок работает собственно пензенский мы берем деталь вкрутили в отверстие уже просверлены специальный как бы такой саморез попугай кеша уже упал один раз хуев макарюк он ругается он уже злится я уже клетку эту подтолкнул один раз леталом по комнате его пришлось ловить кеша кеша успокойся сейчас чуть-чуть из 2 ящика собрать перестаньте давайте попробуем посмотреть долго этот ребус мы разгадывали и вот что получилось получается вот так раз и эту фекалию плавленную да тут тоже плохо подходит вот это гнездишко хоть чтобы посерьезнее было бы как-то сделано как бы там ни было мы вот так втыкаем ее сюда и опять же либо этой прокрученная уже мы проворачиваем немножко у нас все прокручивается зараза не входит ни хера ничего ну как можно так сделать ну к ну все кручу и все прокручивается все не могу понять ну как вот это вот это пензенская вот эта история зима кто это кто этот чип шник но вот сходит ну ходит шатается надо что-то тянуть ноги как-то подтянуть 5 зафиксировать немножко немножко что-то вот ходит еще чуть-чуть а не вставишь ничего вот это вот не родная вот родная то вот от нее осталось вот ничего не осталось а это надо тянуть что-то как она прокручивается все ее сила ну вроде вот подтянул что подтянул а результат как вы видите сюда миллиметр ошибка миллиметр такие дела такие вещи не нужно быть ошибок это лучше запаса ставить чуть ниже туда нежели выше сюда так ставим сюда также также ставим сюда так и тоже соединяем тем же соединение так хорошо все с этой стороны так так здесь у нас ручки вставится ручки потом сейчас днище на дно днище у нас вот его надо кусать да вот сюда вот тогда полночки будет вот если здесь я попадаю да вот здесь хорошо в первый угол попал то здесь видите здесь как ни крути не банкнешь пичужить приходится срывать этот угол рвать и метать так ну вот прибил на гвоздики в принципе думаю достаточно гвоздиков как это все выглядит изнутри честно почему здесь два отверстия понять не могу но суть в том что подходит только вот так только вот в одно так в крайних так с крайних мы вкрутим конечно интересная история ширину перепутали с длинной пьяное что ли такие же производили которые собирают очень загадочно очень ну давайте поставим сюда так ну вот так может быть устроиться мебельщиком однажды я помню смотрел как один товарищ мебельщик собирал мебель это было что то с чем то конечно курил очень много если бы был коньяк он бы напился с этой мебелью он собирал кухню мы плитку поля вам собирал круг а это вообще жесть мы чемоданчик собрать это комок одно одно по другому по так скажем по бумаге да немножко много кто же всякие шибки это дело по бумажке хотя а там видите на все ну контора часто не часто они размеры сняли где-то что-то все равно не подходит режут пили пилят подгоняет трубами еще чуть угол стена не ровно я помню как нервничал курил это пипец поэтому люди джентльмены работа мебельщика и работа мебельщика очень сложный первый шкаф готов ну вернее самый первый который как бы из верхней двойной такой остальные вот они готовы но они еще не подвешен там навесы лежат отдельно мы как бы сказать просто пока как бы вот это понятно все подвешиваться будет потом повесим их и не уже будут красиво смотреться но в целом тумбочка то комодик то неплохо смотрится еще таракан еще не захочет зайти в новье еще постесняется краской кругом пахнет когда будут навесы всем подшиты видеть все под подключены все ящики подвешены задняя часть будет тоже завершена вот этой дсп-всп дсп ну вот и точнее короче двойной за счет со все задняя часть за счет за счет совок чем между пойдет вот такая двойная видите то есть не цельная даже все как-то меминизирует поэтому их мы в средине будет вот этой палочкой волшебной вот сюда вот так вот к примеру так вот день ну и снизу 2 ну в общем в полнотреш конечно ну ладно а сейчас последний я уже ждал вот эти навесы вот эти это будет под ноги такие снизу опорные это будет еще один ящичек вот сюда не просто работа мебельщик что продолжаем движение линии то есть в принципе я думаю вот эта тема глаза боятся сначала а потом руки делают потихоньку конечно волосы дыбом нервы вот но потихоньку дела делаются но не сразу конечно понятное дело то есть главное я не буду ругаться но грубо говоря это называется как вот ребята там сервисный город победить машину обмануть то есть обмануть машину значит ее починить вот так же с этим конструктором понять главное как это принцип действия какие там механизмы какие крепления то есть вот это все вот видите вот как понять вот что за херня вообще ну что за крепление вообще конечно но вот такое скрипление в пензе придуманы поэтому приходится считаться с этим раскусывать это эту методу и что делать и соединять детали так как они должны а если не победишь ну тогда значит ты слабак ты проиграл ты проигравшая сторона тогда пенза выиграла а мы не хотим проигрывать понимаете и мы эти саморезы мы их туда гнем гнем давим их туда давим так действие такой а вот еще тут же все поштучно тут лишнего не положит то даже может не хватить нежели лишний окажется видите больше таких нет все все штучно то есть лишнего не полон не положили не покладут лишнего в пензе запасной всегда знаете я помню советском союзе все запаска 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 запасной был запасная там подклеить камеру запаска там двойная тройная клей клей немножко там покладут запасного сейчас нет сейчас пензе ничего не кладут запасной сейчас они штампуют там понимаете в мебели ошибка в миллиметр это считаю что расстрел пипец вот сижу колупаюсь зубами вот вот видите углы отрываю чтобы вошла это вот dsvsp как хочешь ее называть бумага картонная прессованная тонкая хрупкая как моя студенческая жизнь на волоске что называется ну вот пожалуйте это не входит ну ладно здесь у нас крепление это это идет у нас потом под низ под низ у нас подставки тоже спито странно вообще нет вообще ну что за за поставки как это вообще стоит вот такие квадратики а это типа религию 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 ровно и внутреннюю открыть по резьбе по уровню туда и сюда на саморезовый на ставить квадратные топорные где эстетика где где знаете такие бывают металл какой бронза называется правильно ответили бронзовые чуть такого вот цена конечно будет другая но пусть пластмассовый но элегантные они топорного такие квадрат какой-то вообще даже огромный чулон такие ну на хрена здесь вот такие топорного ну она вот так без вот не даже хорошо стоит это тумба согласились тут ли ну какие-то маленькие такие пюшечки там чуть-чуть там на один саморез каждую привернуть и уже хорошо но ажу за говно вот это если мы сейчас поставим ну мы поднимется вот на эту длину на эту высоту будет говно как может допустить ошибку надо вообще проверять не знаю сколько там 10 раз директора на трезвости или инженера по выпуску правительства ему все равно как мебель выпускают что это нормально а всем дает по очень дорогой цене идеи не зря пропадают потому что 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 сделаны с ошибкой и не поставить ничего то есть делать и что и ответственности нет ширину с длиной поменяли перепутали это поведет есть чек сохранить это ладно можно сдать обратно а куда сдавать в магазин уже завода уже с фабрики брак пришел сдавать то некуда везти в пензу с петербурга смысла нет но ребята в общем вы думаете сами решайте сами но пенсий пензенский товар я не рекомендую мебель мебель собрана ну я не то чтобы собрана я собирал до этого шкаф другой вы видели там как-то все ну знаете вот миллиметр в миллиметр вот я только скрутить лего действительно такой олега а это я собираю да елки-палки тут не подходит там не подходит а миллиметр миллиметр молотком подходит но она хороша до внешне до хорошего внешне очень хорошо да но это золотые руки михаила не так это да я так и что длин будем делать если с ошибкой все сделано то есть но не знаю я не якобы покупатель просто суть то в том что то его не сдать так сдавать то никто не будет просто вы поймите тетя ли она написано а кто у нас правительство у нас разве есть правительство вообще можно позвонить чтобы чтобы он разобрался чтобы он разобрался да вот чтобы он с этой истории да с этим шкафом давай позвоним у тебя сейчас номер давай мы сейчас ему позвонишь скажем мы купили пензенской как это называется шкаф нет это не шкаф тумба нет и тумба короче тумбочку пензенской купили тумбочку короче допущены несколько ряд ошибок давай тогда отчет такой ряд ошибок значит в документации написано значит ширина перепутана с длиной раз значит при сборке отсечной паз отсутствует то есть когда ты вставляешь это самое дсп здесь оказывается миллиметровая сать ошибка и приходится это дсп это грызть уголочек срывать что не подразумевается по технике так сказать допущение по метрологии стентрализации квалиметрии что ни в коем образом не подразумевается правильно вен елена значит но мы это вынужден делать значит точку точку прочности мы ломаем тем самым своими зубами то есть вот надкусывая эти уголки вследствие чего тумба уже служит меньше тумба уже эти углы могут просесть в процессе жизнедеятельности процессе эксплуатации эти углы уже мы ослабить они ослабнут правильно и кто потом будет виноват если я напихаю туда своих так сказать ну не я конечно но вдруг хозяин этой тумбы которую приобрел напихает туда хорошенько вещей своих белья своего нижнего верхнего среднего и вдруг она продается именно в этом угле кто будет виноват только те кто создал вот виноваты вот отвечать и деньги видимо отдадут потому что деньги зря потратили сразу понятно то что там что-то неладное даже еду не проверяли меня один раз вырвала едой когда мама мама тоже ела а где вы ели и что вы ели в пензе с детстве мы ели на украине там ну на украине мы и правда на украине были у бабушки вот и там вот а что вы там покупали ну ладно мы соберем последний ящик а а там посмотри а а а а а а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ